Так, итак, всем привет! Сегодня мы продолжаем рубрику БУ, потому что как бы мы ее немножко закинули, да, то есть в свое время, так как был ряд там таких достаточно интересных тестов новых автомобилей. И сегодня я вам расскажу про FX первого поколения, конкретно вот про эту, 35-ую. Перед этим я хотел бы извиниться перед теми людьми, которым я не успеваю отвечать на сообщения и в Facebook, и в ВКонтакте, так как мне в день примерно приходит около 300 до 500 вопросов, а успеваю я ответить там на 30. Поэтому прошу прощения, я знаю много очень комментариев, там и вопросов по покупке автомобиля. К сожалению, я не успеваю на все отвечать, а особенно там вступать в долгую переписку, поэтому такими вот тестами про БУ автомобиля, потому что много было вопросов про конкретно этот первый кузов именно FX, поэтому постараюсь на часть вопросов ответить по этому автомобилю. Итак, если у вас есть деньги на новый там Solaris, Rio или еще что-то там, да, какую-нибудь там отпичканную Lando Granta Sport или еще что-то, но вы не хотите покупать эти автомобили и хотите купить такой крутой кроссовер, который неплохо выглядит, да, первым делом, конечно же, у нас в ценовом диапазоне от 500 там до 650, до 700 у нас выходит сразу же по поиску, по объявлениям Infiniti FX. И сегодня я вам расскажу, во-первых, мы сделаем тест-драйв этого автомобиля. Во-вторых, как бы мы проведем необходимые замеры, ну что там осталось, да, вообще в этом автомобиле. Вкратце про техническую часть, про возможные проблемы, которые могут возникнуть. Про примерно стоимость некоторых запчастей и возможные там мифы мы разрушим, да. Но давайте начнем, значит, с точки зрения внешности, когда эта машина вышла, ее начали называть кедой, кепкой. Машина как бы, ну, кому-то очень она понравилась, а кто-то ее просто не воспринимал как машину, не нравился дизайн. Но вот конкретно эта машина, на мой взгляд, все-таки смотрится неплохо, потому что здесь установлены 21 колеса от следующей модели FX50 в черном цвете, достаточно ухожая. Конкретно этот автомобиль 2003 года, FX3.5, то есть FX35, соответственно, мотор там 3.5. Давайте, значит, ну, что я могу сказать про внешность, да, то есть машина действительно смотрится эффектно, то есть черная, хром, большие колеса, туманки, ну, хромированная решетка. Infinity звучит как Nikia, да, то есть Infinity все-таки достаточно интересно звучит. И, ну, по некоторым сведенным девушкам они нравятся, да. Давайте посмотрим, что у них там внутри. Итак, давайте откроем капот. Так, итак, вообще по железу Infinity что это такое? Это полноприводный кроссовер, да. Ну, кстати, есть и заднеприводные версии. У меня друг вот летом купил FX такой же, он думал, что он полноприводный. На самом деле он до осени проездил, он думал, что он полноприводный автомобиль. Поэтому бывает и заднеприводные версии, то есть нужно залезть, посмотреть именно карданы, чтобы убедиться, что она полноприводная. Естественно, полноприводный вариант лучше. Ну, два двигателя основные здесь у нас. Это V-образная шестерка, то есть FX35. V-образная шестерка, значит, объем 3,5 литров. Второй двигатель устанавливается на FX45. Там стоит V8 объемом 4,5 литров. Что общего между ними и какой, как бы, нужно, ну, как бы, общий принцип использования этого автомобиля. Обязательно нужно следить за маслом. Моторы сами по себе надежные, но, естественно, у них очень, может быть, огромная проблема такая возникает, что перегрев. То есть у нас радиатор засоряется и машина может перегреться. То есть с сопла попадает пыль, грязь, и они начинают греться. Возникает проблема с пластиковыми бачками, да, и, естественно, из этого потом выходит проблема с перегревом. Если у вас мотор не перегреется, то, в принципе, у вас могут, если эту крышку снять, там катушки стоят пластиковые. Они могут от нагрева немножко, как бы, деформироваться, и у вас начнутся проблемы с зажиганиями. Зажигание и машина начнет тарахтеть. Поэтому нужно именно наблюдать за чистотой радиатора и за охлаждающей жидкостью. Перед заменой, в принципе, как перед покупкой, то есть после покупки, нужно, как с BMW, в принципе, поменять жидкость и желательно залить масло. Говорить не буду, какой, а то каждую вещь, про которую я говорю или показываю, все думают, что рекламируют. Масло на букву М. Вот, все знают прекрасно про это качественное масло. Вот, значит, далее, что у нас? В принципе, двигатели сами по себе простые, с элементарным впрыском топлива. Они гильзуются и ремонтируются. Ну, 400-500 тысяч, они проходят без проблем. Ходят слухи о том, что есть проблемы с картером, то есть вентиляцией картерных газов, и машина жрет масло даже на холостых. Такие слухи ходят, но на практике я не встречал. То есть у меня, как бы, я сам являюсь владельцем FX, то есть второго поколения в прошлом, да, такого не было никогда. Масло все нормально, хотя машина использовалась в таких достаточно суровых условиях. Так, значит, далее. К трансмиссии. У нас, естественно, полный привод. И у нас постоянная, как бы, машина заднеприводная, при прогрессовке подключается передок. В принципе, здесь трансмиссия такая же, как на легендарном скайлайне GTR. То есть через муфту у нас момент может броситься наперед до 100%. То есть здесь машина, ну, что-то вроде 6-Drive, да, то есть у нас задний основной при прогрессовке подключается передок. Ну, там проблем тоже, в принципе, быть не должно. К 200 тысячам у нас изнашиваются крестовины. Если у вас изнашивается крестовина и чувствуете такие небольшие, такие толчки, то нужно поменять валы. То есть от 700 до 1000 долларов передний и, соответственно, задний. Вот. Если вы не поменяете их вовремя, то у вас настанет, они начнут бить по раздатке, крепление к раздатке будет, нужно будет менять раздатку. Но это я говорю, вот если машина будет разваливаться полностью, что может развалиться. Хотя такого я тоже не встречал, но есть в мануалах, то есть есть такое описание. Я лично с таким не сталкивался. Далее, значит, коробка. 5 ступеней автомат, достаточно надежная. После активного ездока ей наступает капец примерно на 100 тысяч километров. То есть полный привод, нагрузка, сотка, она начинает как бы уже дрыгаться. И проблему с мозгами, с блоком самой коробки. Там как бы есть охлаждение тоже на ней. Вот. Обратите внимание, как бы на толчки в спорт режиме. Если они есть, то нужно обязательно бежать от такой машины. А так без проблем. Коробка, в принципе, надежная. Но страдает от такого водителя, такого активного очень. Далее, значит, что касается подвески. Спереди у нас Макферсон, сзади многорычажка. Ходит достаточно долго. Проблемы начинаются примерно, ну, там, рычаги на 120 тысячах, на 100 тысячах. Поэтому, если вы купите, владелец уже как бы поменяет ее. Если у вас реально сейчас все машины с пробегом 150-160, ну, реально. То есть, ну, меньше нет, все, жалко. У тебя какой пробег, кстати? У тебя 150. Ну, вот. У него проблем с подвеской не будет, потому что предыдущий хозяин поменял. Потому что она уже, как бы, ну, там все тоже недорого. Там алюминиевые рычаги, задние многорычажки ходят дольше. Поэтому вы, в принципе, у вас есть вероятность, что вы купите машину, а уже хозяин все сделал. Расходный материал здесь является стойки стабилизаторов. Страдает из-за больших колес. Чем больше колеса на машине, ну, естественно, хочется понтов, там, да, то есть, там, туда-сюда, тем больше у вас будет проблем с подвеской. Она будет ехать жестче, она будет, как бы, удары будут приводиться в подвеску. Поэтому меньше колеса, как говорится, меньше проблем. Далее, тормоза. Тормоза действительно слабая тема. Многие ставят сюда, как бы, тормозные диски от следующего поколения, от мощных FX50. Но, как вариант, можно найти перфорированные тюнячьи диски. Там достаточно много их в ассортименте. Они очень быстро перегреваются, начинают бить. Тормоза здесь достаточно серьезная проблема. Так, вкратце подведем итоги двигателей. Следим за температурой, за маслом. В принципе, проблем нет. Они капиталисты. Моторы неодноразовые. Коробка тоже не любит активного водителя. Полный привод. Ну, сегодня мы постараемся, конечно, по снегу поездить. Но я не думаю, что мы далеко уедем. Вот. В принципе, полный привод может отключиться при нагревании. У вас останется только задний. То есть, передний привод отключится, а задний останется. Так, ну что, давайте посмотрим салон у автомобиля. Итак, садимся в салон. Ну, здесь сразу подвигается. То есть, нас сидение двигает вперед. Наши настройки. Отличительная особенность, что, как вы видели, руль двигается вместе с щитком приборов. Как бы, как, не знаю, в самолетах, в истребителях. Настроить можно под себя любой вариант оптимальный, да, как бы. По посадке здесь проблем нет ни у кого, кстати, даже у высоких водителей. Но второй кузов, как бы, второе поколение, оно немножко больше. Но здесь, как бы, с качеством... Ну да, понятно же, старая кожа. Но, кстати, в этой машине это максимальный салон. То есть, рыжий салон. Здесь опция, которых там около 3000 долларов стоила в свое время. Регулировки находятся вот здесь, если видно вам. То есть, они не в стандартных местах. То есть, мы здесь можем вот и спинку отрегулировать полностью. Все регулировки, все электропроблем с электроникой намного меньше, чем, например, в том же Туареге или там Land Rover Discovery. Тут проблем не так много. Поэтому салон, ну да, он немножко... На чем сказывается время, так скажем. Так вопрос можно, да, преподнести. Ну, вот эта кожа, она немножко трескается. Панель практически не страдает. Ну, если отполировать, здесь не будет проблем. Ну, тут типа эффект алькантара. Я вот не знаю, владелец перетянул или нет. Есть люк. Ну, естественно, если сравнивать с бюджетной иномаркой, это небо и земля. Хотел сказать, забыл сказать про расход. В принципе, в спокойном режиме машина ест даже V-образная. Ну, литров 15. В V6 чуть поменьше. Вот. Ну, по посадке вопросов нет. Ощущение, как бы, вроде мы сидим выше, чем обычно. Но, в то же время, такая посадка спортивная. Мне вот именно FX этим нравится. То, что она не огромная, компактная очень. Но, тем не менее, обеспечивает комфортный вот клиренс, да, который нам необходим в мегаполисах. И нет проблем, там, с посадкой туда-сюда. Вот я сейчас отрегулирую. С посадкой имеется в виду салон. Сейчас я отрегулирую спинку. Вот. И попробую. Ну, вот так бы я сидел в машине и попробую сесть сам за собой. И так, ну что, вот, даже сиденье отодвинулось. Места достаточно много здесь. Ну, для такого размера, да. Подлокотник. Удобно, комфортно. Чуть опускается спинка сюда. Подушка нижняя. То есть, создается эффект такого кресла. Здесь из минусов нет воздуханов. Здесь вот этих вот, как бы... Ну, они вот здесь у нас сбоку есть. Вот. А так, место есть над головой. Все удобно, достаточно, интересно. Ну, в принципе, претензий вообще по салону к FX нет. Единственное, есть, что вот, мы потом можете почувствовать, и мы поедем, что нет... Есть такие небольшие скрипы, характерные. Вот для старых машин совсем они немножко скрипят. Да, там и есть такие проблемы. Вот. Давайте посмотрим багажник. Итак, насчет, значит, багажник. Вот есть небольшая проблема с открыванием. Нет электроприводов, и ручка достаточно неудобна. Особенно с нашими рамками. То есть, у невысокого человека возникнет проблема именно вторичного перехвата. То есть, вот где будет не хватать роста, нужно будет вот так вот перехватить и открыть. Ну, в крышку, в принципе, достаточно легко закрывается. То есть, открывается. Вот здесь есть для закрытия рамка. Ну, с точки зрения объема, багажник, конечно же, не огромный. То есть, да, у нас складываются задние сидения полностью. Здесь дополнительная докатка, именно докатка. Вот. А багажник небольшой, такой скромненький. Но FX не этим, в принципе, славится. Давайте закроем. Вот. Вот. Ну, видите, он так будет у нас немножко... Вот, кстати, если фаркоп установлен, тоже ничего хорошего. Значит, что-то на ней тягали, прицепы, и лучше брать машину без фаркопа. Это значит, была дополнительная нагрузка на автомат, на трансмиссию. Ну, двигатель здесь неубиваемый практически. Ну, по салону здесь достаточно просто. Это четыре стеклоподъемника, кнопки блокировки поднятия окон, регулировка зеркал. То есть, вот, видно, да? Все работает, проблем, как говорю, с электроникой здесь не должно быть. Вот комбинация приборов, роль, звук, центральная панель. Здесь у нас бортовой компьютер, двойной климат-контроль, настройки все сюда уходят. И, естественно, радио. Ну, здесь кнопки управления магнитолой и, естественно, магнитолой. То есть, климат-контролем. Здесь вынесли, как они все в центр. Далее, значит, автомат. Вот у нас тут у нас спорт-режим. Обратите внимание, если вы, например, стоите в паркинге, чтобы проверить, переводите в D и смотрите насчет толчки. Если сильный толчок, значит, первый признак износа автомата. Вот ручной режим, плюс-минус, как бы, вот он фиксируется в ручном. Ну, картину портит вот этот вот царапающийся пластик. Обычно люди закатывают его пленкой, подогрев сиденья здесь есть. Тут, в принципе, достаточно все просто в салоне. Но, тем не менее, сделано очень качественно. Итак, садимся в салон. Еще она двигается сама. Начинаем ускорение. Эх, ностальгия по FX. Салон, чувствуете, да, немножко дрожит. Есть посторонние шумы. Пары включены у нас? А? Да, да, да. А почему не подсвечиваются приборы? Подсвечиваются. Да? Особая подсветка. Ну, потихонечку ускоряемся. Не, блин, ну тормоза, конечно, здесь надо делать. Потому что очень... Не то, что они здесь изношены, но сами по себе жестко опять проезжаем. Этот наш... Вот этот шум, который вы сейчас можете видеть, это задевает. Для меня ускорение. И какой звук приятный, да? Хорошо едет. То есть, это сейчас мы не в пол. Вообще тормозит. Аэродиномические шумы. Машина чуть... Из-за больших колес немножко у нас как-то... Ищет по дороге, как бы, поверхность. Она везде у нас такая неровная. И получается, машина как-то каждую неровность проглатывает. Даже не проглатывает, а подпрыгивает от каждой неровности. Но за красоту надо платить. Вот. Ну, наверное, с меньшими радиусами было комфортнее. Да, ездить с нами. Да. Ну, 18-й тут просто шкаф. Ну, неплохо, неплохо. Та коробка так достаточно без рывков. Конкретно вот эта коробка не убитая. Работает без рывков, плавненько. То есть... Ну, здесь у нас проверка на шум из салона. Видно, что у нас тут цоконь не появились в салоне. Да, такие характерные. Неплохой подхват. Мне нравится. Хорошая, вроде бы, не V8, да, а просто V-образная на первую шестерку. Неплохо едет. И с хорошим звуком. Вот, что меня радует особенно. Какой расход здесь? Ну, 15-16 так же, да, будет? 16-3. Это в активном режиме. Но чувствуется, да, машина буквально... Нам нужно держать постоянно ее... Не дает нам расслабиться. Все время мы немножко подруливаем на такой отвратительной дороге. Что-то действительно мотает как-то. Странно. Включаем поворотник. Может, колеса перекачивают? Да, вон, поиграем. Ну, а так, по шумоизоляции, если не обращать внимание на то, что у нас появился... Так как большие колеса, если тут тощит резина большая, контакт с асфальтом большой, появилось небольшое такое... Ну, шелест шин. То есть, изначально он спутался аэродинамическим, но здесь, в принципе, все неплохо. В принципе, по шумоизоляции нормально. То есть, ну, мы не быстро сейчас едем. Посторонних шумов в салон не проникает. Вот. И специально снимаю, кстати, я вам на старую камеру, чтобы в дальнейшем можно было сопоставлять, ну, изображения и звуки, которые происходят в автомобиле с другими подобными автомобилями, то есть конкурентами. Ну, подхватывает легко, тяги хватает. Ну, сама по себе машина, так как она не тяжелая, даже... 245, сколько здесь? 200... 284 лошади. 284 лошади. Значит, она должна ехать 8,4, да? Ну, проверим. Сейчас мы ее замерим. Ну, повороты это классическая Infinity. Руль нельзя назвать слишком острым. То есть, есть такая небольшая задемпфированность, но проходит достаточно без кренов, без малейших. Ну, колесная база широко расставленная, но такую маленькую массу дает себе знать. То есть, кремов практически нет у машинных поворотов. Зато как она эффектно со стороны смотрится, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Но мотает, конечно. Машина... Надо проводить. На 18-х этого нет. На 18-х? Ну, это дополнительные... Ну, колеса, мне кажется. Или, не знаю, на что может быть. Прям смотри, что же болтает. То, что она встает сзади. Ну, нет, она визуально нормально. Вот тут прям, сейчас почувствую. Ну, это страшно. Реально страшно. Низкий таз. Но не мой, к сожалению. Я, как бы, спокойно отношусь к низким тазам. Не фанатею. От этого. Могу, да? Да. Газ в пол. Блин, мотает. Что-то это... Не знаю. Надо сказать, реально мотает сильно прям. 120 и начинает в жопу нести. Ну, а так мотор неплох. Реально неплох. Ну, что, давайте попробуем замерить. Я высадил всех пассажиров. Ну, давайте попробуем. Старт. Просто газ в пол. Ну, подход пошел, пошел, пошел. 5,6. Он хорошо. Фазовращатель переходит. Балый в боевую фазу. Передвигает. 8,6. Поразительно. На таких огромных колесах это очень круто. К вонтер не поеду. Блин, страшновато немножко. 8,6. Неплохо. Это, в принципе, заводские показатели, я могу сказать. 8,6. Блин, ребята, я хочу сказать, это хороший результат. Попробую квадр отсюда померить, чтобы можно было хотя бы разогнаться нормально. Потому что не поехал, что скользкая дорога, а резина здесь летняя. Фух. Так, ну что, давайте попробуем на квадр. Интересно, успею догнать эту калину или нет? Ну, давайте. Нет, дорога не позволяет, ну ладно, потом как-нибудь замерим. Ну, 8,2 сейчас она показала, даже. 8,2. 8,2 показала, прикинь? И мы сейчас с владельцами думаем, где грань этого автомобиля, чтобы как-то вроде бы не застрять конкретно, потому что троса нету. Ну, вот здесь есть колея, я думаю, можно ли по ней проехать все-таки, а? Сомневаюсь. Почему? Потому что здесь все так плохо. Нет, нет, если бы на зимние были, вообще не вопрос, пофиг был. Слушай, я, блин, мне кажется, тут прера проехать стандартная. Все нормально, ну что, смотри как роет. А какое сейчас колесо крутится? А сейчас все. Все? Ну все, а почему застряло? А потому что резин ты видел? О, едет, едет, смотри. Мы потихонечку... Я выключил систему стабилизации, может, ее стоит включить, чтобы она подтормаживала колесо и чуть назад газку дать. О-о-о! Ты чувствуешь вообще, да, что у тебя потенциал дорожника? Заметьте, ребята, там муфта не перегрелась за все это время. А, ну мы сейчас, мы сейчас вытащим, мы не переживаем. Да я не переживаю, что ты меня тут кинешь, что ли? Ну, все, можно будет. Итак, мы прекращаем экстренные съемки, как всегда застряли. Ну, в такой ситуации, конечно, безобидной. Но резина летняя, скорее всего, поэтому отроса нет. Поэтому сейчас будем искать трос, толкать, копать, подкладывать ветки. Но вам это неинтересно. Основная суть этого автомобиля в том, что машина достаточно надежная. Те проблемы, которые я перечислил... Кстати, еще хотел сказать насчет рейки. Иногда бывает стук в рулевом механизме, это не всегда рейка. Это, возможно, крестовина рулевого вала может износиться. Вот это вот основная проблема. А там 100 долларов всего ремонт, поэтому это не страшно. Нет страшных. Рейки здесь тоже живучи. Я так сейчас просто сравню с конкурентами, с другими. Вот с X5, с Touareg, с Discovery сравнить, да? Машина не такая шламучая по сравнению с ними и требует ухода. Ухода. Даже вот машина 2003 года показала сейчас заводской разгон, да? Мотор идеален. Ну, здесь просто у меня есть небольшие проблемы с колесами. Там сход-развал сделается и нормально. Будет без вопросов. Так что, в принципе, если у вас есть руки и хорошие поставщики запчастей, вот, вы можете купить эту машину и ни о чем не жалеть. Хотите чуть сделать ее мягче? Поставьте колеса меньше. Тормозами тоже займитесь. Можно от второго кузова, от FX50 поставить тормоза. Ладно, это был такой рубрик АБУ, тест-драйв Infiniti FX50. Ставьте лайки, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ну, там вы уже будете подписчиками, потому что у меня лимит друзей уже превышен. В Фейсбуке добавляйтесь в друзья. Спасибо за внимание. До встречи. Сказать нечему, короче. Легко и непреружденно. В чем сложность-то была? А? Товарищи! Я промолчу. Это тоже летняя резина. В чем сложность? У тебя посадка, смотри какая. В небу самый высокий задрал положение, блин. Ездит. Так, итак, всем привет. Сегодня мы продолжаем рубрику АБУ, потому что как бы мы ее немножко закинули, да? То есть в свое время, так как был ряд там таких достаточно интересных тестов новых автомобилей. И сегодня я вам расскажу про FX первого поколения, конкретно вот про эту, 35-ую. Перед этим я хотел бы извиниться перед теми людьми, которым я не успеваю отвечать на сообщения. И в Facebook, и в ВКонтакте, так как мне в день примерно приходит около от 300 до 500 вопросов, а успеваю я ответить там на 30. Поэтому прошу прощения, я знаю много очень комментариев, там и вопросов по покупке автомобиля. К сожалению, я не успеваю на все отвечать, а особенно там вступать в долгую переписку. Поэтому такими вот тестами про БУ автомобили, потому что много было вопросов про конкретно этот первый кузов именно FX. Поэтому постараюсь на часть вопросов ответить по этому автомобилю. Итак, если у вас есть деньги на новый там Solaris, Rio или еще что-то там, да, какую-нибудь там отпичканную Lando Grantu Sport или еще что-то. Но вы не хотите покупать эти автомобили и хотите купить такой крутой кроссовер, который неплохо выглядит, да? Первым делом, конечно же, у нас в ценовом диапазоне от 500 до 650 до 700 у нас выходит сразу же по поиску, по объявлениям Infiniti FX. И сегодня я вам расскажу, во-первых, мы сделаем тест-драйв этого автомобиля. Во-вторых, как бы мы проведем необходимые замеры, ну что там осталось, да, вообще в этом автомобиле. Вкратце про техническую часть, про возможные проблемы, которые могут возникнуть. Про примерно стоимость некоторых запчастей и возможные там мифы мы разрушим, да? Но давайте начнем, значит, ну с точки зрения внешности, когда эта машина вышла, ее начали называть кедой, кепкой. Машина как бы, ну кому-то очень она понравилась, а кто-то ее просто не воспринимал как машину, не нравился дизайн. Но вот конкретно эта машина, на мой взгляд, все-таки смотрится неплохо, потому что здесь установлены 21 колеса от следующей модели FX50 в черном цвете, достаточно ухожая. Конкретно этот автомобиль 2003 года FX3.5, то есть FX35, соответственно, мотор там 3.5. Давайте, значит, ну что я могу сказать про внешность, да, то есть машина действительно смотрится эффектно, то есть черная, хром, большие колеса, туманки, ну хромированная решетка, Infinity звучит как Nikia, да, то есть Infinity все-таки достаточно интересно звучит. И, ну, по некоторым сведенным девушкам они нравятся, да? Давайте посмотрим, что у них там внутри. Итак, давайте откроем капот. Так, итак, вообще по железу Infinity что это такое? Это полноприводный кроссовер, да? Ну, кстати, есть и заднеприводная версия, у меня друг вот летом купил FX такой же, он думал, что он полноприводный, на самом деле он до осени в праздне, он думал, что он полноприводный автомобиль, поэтому бывает и заднеприводной версии, то есть нужно залезть, посмотреть именно карданы, чтобы убедиться, что она полноприводная. Естественно, полноприводный вариант лучше. Ну, два двигателя основные здесь у нас, это V-образная шестерка, то есть FX-35, V-образная шестерка, значит объем 3,5 литров. Второй двигатель устанавливается на FX-45, там стоит V8 объемом 4,5 литров. Что общего между ними и какой, как бы, нужно, ну, как бы, общий принцип использования этого автомобиля, обязательно нужно следить за маслом. Моторы сами по себе надежные, но, естественно, у них очень может быть огромная проблема такая возникает, что перегрев, то есть у нас радиатор засоряется и машина может перегреться, то есть сопла попадает пыль, грязь и они начинают греться. Возникает проблема с пластиковыми бачками, да, и, естественно, из этого потом выходит проблема с перегревом. Если у вас мотор не перегреется, то, в принципе, у вас могут, если эту крышку снять, там катушки стоят пластиковые, они могут от нагрева немножко, как бы, деформироваться, и у вас начнутся проблемы с зажиганиями. С зажиганием машина начнет тарахтеть, поэтому нужно именно наблюдать за чистотой радиатора и за охлаждающей жидкостью. Перед заменой, в принципе, как перед покупкой, то есть после покупки, нужно, как с BMW, в принципе, поменять жидкость и желательно залить масло. Говорить не буду, какой, а то каждую вещь, по которой я говорю или показываю, все думают, что рекламируют. Масло на букву M. Вот, все знают прекрасно про это качественное масло. Вот, значит, далее, что у нас? В принципе, двигатели сами все простые, с элементарным впрыском топлива. Они гильзуются и ремонтируются. Ну, 400-500 тысяч, они проходят без проблем. Ходят слухи о том, что есть проблемы с картером, то есть вентиляции картерных газов, и машина жрет масло даже на холостых. Такие слухи ходят, но на практике я не встречал. То есть у меня, как бы, я сам являюсь владельцем FX, то есть второго поколения в прошлом, да, такого не было никогда. Масло все нормально, хотя машина использовалась в таких достаточно суровых условиях. Так, значит, далее. К трансмиссии. У нас, естественно, полный привод, и у нас постоянная, как бы, машина заднеприводная. При прогасовке подключается передок. В принципе, здесь трансмиссия такая же, как на легендарном Skyline GTR. То есть через муфту у нас момент может броситься наперед до 100%. То есть здесь машина, ну, что-то вроде с X-Drive, да, то есть у нас задний основной. При прогасовке подключается передок. Там проблем тоже, в принципе, быть не должно. К 200 тысячам у нас изнашиваются крестовины. Если у вас изнашиваются крестовины и чувствуете такие небольшие, такие толчки, то нужно поменять валы. То есть от 700 до 1000 долларов передний и, соответственно, задний. Вот. Если вы не поменяете их вовремя, то у вас настанет, они начнут бить по раздатке, крепление к раздатке, нужно будет менять раздатку. Но это я говорю, вот если машина будет разваливаться полностью, что может развалиться. Хотя такого я тоже не встречал, но есть в мануалах, то есть есть такое описание. Я лично с таким не сталкивался. Далее, значит, коробка. Пять ступеней автомат, достаточно надежная. После активного ездока ей наступает капец примерно на 100 тысяч километров. То есть полный привод, нагрузка, сотка, она начинает как бы уже дрыгаться. И проблемы с мозгами, с блоком самой коробки. Там как бы есть охлаждение тоже на ней. Обратите внимание на толчки в спорт режиме. Если они есть, то нужно обязательно бежать от такой машины. А так без проблем. Коробка, в принципе, надежная. Но страдает от такого водителя, такого активного очень. Далее, значит, что касается подвески. Спереди у нас Макферсон, сзади многорычажка. Ходит достаточно долго. Проблемы начинаются примерно, ну, там, рычаги на 120 тысячах, на 100 тысячах. Поэтому, если вы купите, владелец уже как бы поменяет ее. Если у вас реально сейчас все машины с пробегом 150-160, ну, реально. То есть, ну, меньше нет, все, жалко. У тебя какой пробег, кстати? Ну, вот. У него проблем с подвеской не будет, потому что предыдущий хозяин поменял. Потому что она уже, как бы, ну, там все тоже недорого. Там алюминиевые рычаги, задние многорычажки ходят дольше. Поэтому вы, в принципе, у вас есть вероятность, что вы купите машину, а уже хозяин все сделал. Расходный материал здесь являются стойки стабилизаторов, страдают из-за больших колес. Чем больше колеса на машине, ну, естественно, хочется понтов, там, да, то есть, там, туда-сюда, тем больше у вас будет проблем с подвеской. Она будет ехать жестче, она будет, как бы, удары будут приводиться в подвеску. Поэтому меньше колеса, как говорится, меньше проблем. Далее. Тормоза. Тормоза действительно слабая тема. Многие ставят сюда, как бы, тормозные диски от следующего поколения, от мощных FX50. Но, как вариант, можно найти перфорированные тюнячьи диски. Там достаточно много их в ассортименте. Они очень быстро перегреваются, начинают бить. Тормоза здесь достаточно серьезная проблема. Так, вкратце подведем итоги двигателей. Следим за температурой, за маслом. В принципе, проблем нет. Они капиталятся. Моторы неодноразовые. Коробка тоже не любит активного водителя. Полный привод. Ну, сегодня мы постараемся, конечно, по снегу поездить. Но я не думаю, что мы далеко уедем. Вот. В принципе, полный привод может отключиться при нагревании. У вас останется только задний. То есть, передний привод отключится, а задний останется. Так, ну что, давайте посмотрим салон у автомобиля. Итак, садимся в салон. Ну, здесь сразу подвигается... То есть, нас сидение двигает вперед. Наши настройки. Отличительная особенность, что, как вы видели, руль двигается вместе с щитком приборов. Как бы, как, не знаю, в самолетах, в истребителях. Настроить можно под себя любой вариант оптимальный, да, как бы. По посадке здесь проблем нет ни у кого, кстати, даже у высоких водителей. Но второй кузов, как бы, второе поколение, оно немножко больше. Но здесь, как бы, с качеством... Ну, да, понятно же, старая кожа. Но, кстати, в этой машине это максимальный салон. То есть, рыжий салон. Здесь опция, которых, там, около 3000 долларов стоила в свое время. Регулировки находятся вот здесь, если видно вам. То есть, они не в стандартных местах. То есть, мы здесь можем, вот, и спинку отрегулировать полностью. Все регулировки, все электро. Проблем с электроникой намного меньше, чем, например, в том же Туареге или, там, Land Rover Discovery. Тут проблем не так много. Поэтому салон, ну, да, он немножко... На чем сказывается время, так скажем. Так вопрос можно, да, преподнести. Ну, вот эта кожа, она немножко трескается. Панель практически не страдает. Ну, если ее отполировать, здесь не будет проблем. Ну, тут, типа, эффект алекантара. Я вот не знаю, владелец перетянул или нет. Есть люк. Ну, естественно, если сравнивать с бюджетной иномаркой, это небо и земля. Хотел сказать, забыл сказать про расход. Вот, в принципе, в спокойном режиме машина ест, да, живообразная. Ну, литров 15, 15. В S6 чуть поменьше. Вот. Ну, по посадке вопросов нет. Ощущение, как бы, вроде, мы сидим выше, чем в обычном седане. Но в то же время такая посадка спортивная. Мне вот именно FX этим нравится. То, что она не огромная, компактная очень. Но, тем не менее, обеспечивает комфортный вот клиренс, да, который нам необходим в мегаполюсах. И нет проблем, там, с посадкой, с туда-сюда. Вот я сейчас отрегулирую. С посадкой имеется в виду салон. Сейчас я отрегулирую спинку. Вот. И попробую. Ну, вот так бы я сидел в машине и попробую сесть сам за собой. И так, ну что, вот, даже сиденье отодвинулось. Места достаточно много здесь. Ну, для такого размера, да. Подлокотник. Удобно, комфортно. Чуть опускается спинка сюда. Подушка нижняя. То есть, создается эффект такого кресла. Здесь из минусов нет воздуханов. Здесь вот этих вот, как бы, ну, они вот здесь у нас сбоку есть. Вот. А так, место есть над головой. Все удобно, достаточно, интересно. Ну, в принципе, претензий вообще по салону к Фуксу нет. Единственное, есть, что вот, мы потом можете почувствовать, и мы поверим, что нет, есть такие небольшие скрипы, характерные вот для старых машин совсем, они немножко скрипят. Да, там и есть такие проблемы. Вот. Давайте посмотрим багажник. Итак, на что, значит, багажник? Вот есть небольшая проблема с открыванием. Нет электроприводов. И ручка достаточно неудобна, особенно с нашими рамками. То есть, у невысокого человека возникнет проблема именно вторичного перехвата. То есть, вот, где будет не хватать роста, нужно будет вот так вот перехватить и открыть. Ну, в крышку, в принципе, достаточно легко закрывается. То есть, открывается. Вот здесь есть для закрытия рамка. Ну, с точки зрения объема багажник, конечно же, не огромный. То есть, да, у нас складываются задние сидения полностью. Здесь дополнительная докатка, именно докатка. Вот. А багажник небольшой. Такой, скромненький. Но FX не этим, в принципе, славится. Давайте закроем. Вот. Вот. Ну, видите, он так будет. У нас немножко... Вот, кстати, если фаркоп установлен, тоже ничего хорошего. Значит, что-то на ней тягали прицепы. И лучше брать машину без фаркопа. Это значит, что была дополнительная нагрузка на автомат, на трансмиссию. Ну, двигатель здесь неубиваемый практически. Ну, по салону здесь достаточно просто. Это 4 стеклоподъемника, кнопки блокировки поднятия окон, регулировка зеркал. То есть, вот, видно, да? Все работает, проблем, как говорил, с электроникой здесь не должно быть. Вот комбинация приборов, роль, звук, центральная панель. Здесь у нас бортовой компьютер, двойной климат-контроль, настройки все сюда выходят. И, естественно, радио. Ну, здесь кнопки управления магнитолой и, естественно, магнитолой, то есть климат-контролем. Здесь вынесем...